здравствуйте уважаемые гости и подписчики канала объективный уголок сегодня продолжаю и надеюсь заканчиваю работу по индустар 61 макро м42 и nikon совместимый весь сегодняшний рабочий день возможно даже кусок завтрашнего пойдет на изготовление хитрого кольца установки диафрагмы металл есть и что не менее важно хорошее рабочее настроение тоже есть это кстати сплав b95 t1 по традиции сначала кратенько изображу что буду делать дано бензоблок бензостар 61 условно изображу его примерно вот как то так здесь у нас находится стопорное кольцо которое ограничивает движение кольца диафрагмы назад вот об этом латунном колечке речь здесь находится резьба для детали с резьбой под фильтр и шильдиком соответственно оригинальное кольцо диафрагмы зажимается шильдиком и вот этой самой деталькой типа кольцо оригинальный шильдик у нас в юпитеровский корпус но никак не входит наращивать оригинальное кольцо установки диафрагмы до требуемых размеров я не вижу необходимым проще сделать все заново при этом оригинальный шильдик будет обрезан по краям до состояния гайки которая зафиксируется маленьким винтиком собственно говоря этот винтик есть и в оригинале вот под него отверстие внешний диаметр всего этого добра будет несколько уменьшен предположительно стоит взять запас по длине примерно считая вот отсюда и примерно с запасом сантиметра по сантиметр вперед от края кольца фокусировки по приблизительной оценке где-то миллиметров 45 самая большая может пойти на данную деталь буду исходить из того что это будет 45 47 миллиметра полтора два взять запас это не так страшно как если их потом возьмут и не хватит первым делом на большой заготовки я буду выводить наружную форму предположительно это самая наружная форма должна хорошо заполнить весь внутренний объем начиная примерно вот отсюда и заканчивая передним краем выходом вперед то есть от заготовки придется откромсать примерно такие ступеньки наружный диаметр будет немного меньше чем внутренний диаметр в кольце фокусировки после придется детальку отрезать от заготовки и зажав за тонкий потенциально опасный конец выводить все внутренние формы включая непосредственно посадку на объектив сегодняшний план предполагает довольно большой объем именно точения с минимумом подгонки каких-то конструкторских решений изобретательств и видимо фильм будет такой токарно-залипательный и если вам по душе наблюдать как из куска металла получается что-то то пожалуй сегодняшний ролик вам понравится кстати обнаружил у себя в запасах вот такую занятную штуку это компактный штативчик даже с маркировкой fed на торце и мне кажется сегодня он может даже мне сильно помочь сделать какие-то новые ракурсы штуковину как ли странно выглядит довольно неплохо и я бы даже сказал внушает надежность весьма устойчивая и крепкая плюс хорошо лежит в руке в общем знали знали тогда как сделать хороший правильный настольный штативчик если заготовка у нас с кривым торцом то можно конечно зажать ее что есть мочи как есть надо обработать до какого-то прямого состояния но это немного не рационально есть способ лучше прямо с помощью резца можно аккуратненько это дело подровнять постепенно пододвигая его поближе само собой не режущей кромкой а тыльной стороной хвостом державки постепенно подкручивая есть приспособа на этот случай по сути это та же самая державка только с подшипником вместо резца она наверное даже прям вот было бы здорово такую вещь иметь но на мой взгляд все отлично получается и с показанным только что способом то есть какой-то отдельный инструмент для этого заводить я по крайней мере не вижу необходимости как можете видеть заготовка встала прямо даже почти отлично но важный нюанс даже если выставить заготовку с необработанным торцом ровно начинать делать деталь на ней какие-то формы сразу все-таки не стоит почему потому что если что-то сдвинется то выставить повторно кривой торец ровно точно так же как было это будет поверьте то еще задачка которая сожрет немало времени обработайте сначала немного торец чтобы можно было перевернуть заготовку и схватиться за нее кулачками уже по-человечески поверьте это займет гораздо меньше времени и в целом упростит жизнь в будущем Я не мог не отвлечься. На шоу высокая узкая коробка, к сожалению самая веселая как кот туда забирался, уже пропущен запасы металла кстати возвращаемся Теперь нужен центр, возьму подвижник ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Другого проекта DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Кольцо-ограничитель я посажу, скорее всего, штуки на три винтов Такие вот изменения Но глобально это ничего не меняет, потому что общий принцип конструкции сохраняется тот же самый С учетом обозначенных изменений, сквозное отверстие здесь должно быть 28,8 мм Но поскольку деталь будет отрезаться, деталь будет переставляться Чтобы нивелировать возможные погрешности, я не стану сразу делать в точный размер Оставлю небольшой запас, так сказать, для стратегического маневра До отрезки детали от заготовки, думаю, расточить отверстие, скажем, до 27,5 мм Либо даже до 28, но не в точный размер ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Отверстие раскачу до 27 с копейками И тут меня посетило прям вот таки методом озарения, как вспышка Короче говоря, посетила мысль довольно светлая Во всяком случае, мне так кажется Которая позволит сократить количество деталей по меньшей мере на одну В чем это дело выражается? Если вы помните схемку, то планировалось изобрести на корпус объектива Какое-то ограничивающее кольцо, чтобы кольцо диафрагмы не сползало вперед Это кольцо не нужно в том случае, если сам вензоблок не будет давать Свалиться кольцо диафрагмы вперед Как это можно сделать? Да очень просто на самом деле Здесь при дальнейшей обработке я сделаю небольшой уступ Вензоблок будет забрасываться с передней части А уступ упрется куда-нибудь сюда, в какую-нибудь из этих ступенек Все гениально и просто От выпадения назад, от смещения назад Кольцо диафрагмы будет ограничиваться непосредственно корпусом Юпитера 37 И посадочным местом объектива в нем Такие вот дела Жаль, что мне эта мысль не пришла раньше в голову Возможно это бы упростило даже как-то подготовительную работу Пока у меня идут подготовительные работы Как то резцотержатель немножко переставить, резец сменить и прочее Такой нюанс Ранее в комментариях уже затрагивалась тема о том, что Мне приходится выбрасывать стружку, что это дико расточительно С чем я весьма согласен Да, расточительно и да, дико Однако, мои небольшие объемы стружки Скупка брать не хочет Даже за вполне символические дерья Мне эта стружка в принципе уже не сильно-то и нужна Самому ее переработать как-либо, где-либо У меня возможности тоже нет И так, грубо говоря, в мастерской Шагу уступить не было, чтобы обо что-нибудь не стукнуться С другой стороны, я вот наверняка уверен, что среди вас есть Владельцы гаражей, дачных участков Кто тоже занимается всякими DIY-ми Пардон, сделай самыми И наверняка у вас есть, может быть, плавильня Горнышек какой-нибудь И для вас переработать какое-то количество стружки в личных нуждах Проблемы не составит Так вот, к чему это все Я это к тому, что Коли у вас есть интерес и желание Эту самую стружку заполучить Что в расчете на килограмм Даже с учетом почты, мне кажется, будет вполне гуманно То пишите в личку ВКонтакте Мы уж с вами какие-нибудь детали Обсудим Саму стружку буду отдавать Бесплатно Единственное, что транспортные расходы ваши Стружка у меня, если что Часто замаслена Всяким Добром, скажем так Но, тем не менее, сравнительно чисто Есть легкая примесь кошачьей шерсти Это важно То есть, теоретически, у вас из горна может выпрыгнуть кот Который соберется там Каким-то чудом Из шерсти По части состава В основном это сплавы Д16 и В95Т1 С какими-то примесными количествами Может быть Каких-то железяк И, может быть, каких-то желтых сплавов Типа латуньки Кусочков бронзы И прочего подобного Опять же, это в состоянии примесей В основном я из этого дела не точу Так, теперь еще поставить Бабку с подвижным вращающимся центриком Я бы даже сказал, что здесь нужен грибковый центрик Потому что обычный Немножечко проваливается Добавим в кино Еще немножечко баки Если что, снимаю Ролик Весь целиком и полностью на Мир 1 Мир 1 Брюссельский Мир 1 Который в оригинале с минималкой 70 см Но у меня в макроисполнении работает Даже с крупными планами очень хорошо Диафрагма сейчас открыта Диафрагма сейчас открыта Диафрагма сейчас открыта Бабка с баком Диафрагма сейчас открыта Диафрагма сейчас открыта Субтитры сделал DimaTorzok 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 пока на ножке детали условно назовем это так металла максимум из возможного пока здесь еще внутренние размеры не растачивались целесообразно обработать переднюю широкую массивную часть большая часть того металла который находится в этой самой шляпке условного гриба будет извлечена и сюда будет монтирована бленда 40 с половиной миллиметров ее диаметр резьбы крепежный но пусть вас это не смущает по ширине она практически идеально подходит она достаточно черная достаточно матовая чтобы стать частью макрообъектива даже после удаления с нее резьбы и торцевания она будет несколько выступать вперед но с учетом фокусного расстояния объектива мне кажется это не критично и вообще объектив делается в расчете на крупы так что еще более не критично все подготовил точно а и Субтитры сделал DimaTorzok 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 До полной красоты можно обработать данный торец ДимаTorzok ДимаTorzok Следующий для обработки диаметр Тот самый бортик, который не будет давать кольцо диафрагмы, съезжать вперед До его получения мне нужно проточить буквально считанные десятые доли миллиметра Резец уже выставил, но резать уже получается буду завтрашним календарным днем А почему? А потому что время уже восьмой час и получается чистое рабочее время над одной деталькой сегодня больше семи часов Кольцо диафрагмы приведено в нужные размеры Сделал это за кадром, поскольку все основные работы проходили на этот раз в глубине И все равно особо ничего показать там не получилось бы Я выбил диаметр, по которому деталь будет примыкать к корпусу индустара, к лензоблоку Вывел бортик и это вроде как даже стыкуется По приблизительным оценкам в условно собранном виде Кольцо диафрагмы даже прокручивается и ничего не цепляет Но полноценно проверить получится чуть позже Безусловно, ни шлифовка, ни полировка на готовность частей проверки никак не повлияют ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выглядит довольно здорово Даже при том, что поверхность еще не совсем до конца очищена От остатков абразива, смазки, ну и плюс пальчики понаоставлял По данной детали остаются последние штрихи А именно, окрасить большую часть внутренней поверхности За исключением того, что будет закрыта блендой И прорезать с заднего конца сбоку небольшую прорезь Через которую до обоймы с лепестками пойдет маленький винтик Именно эта операция штука довольно-таки деликатная И выполнять ее придется, скорее всего, тонким отрезным диском Не армированным Все эти операции несложны Процесс окраски я тоже неоднократно показывал С помощью токарного же станка во вращении На этом подробно не останавливаюсь Как обычно, на этапе финальной сборки Пришлось немного поразбирать, пособирать, подгонять Но и этот этап тоже пройден И теперь я могу продемонстрировать готовый объектив По габаритам изделие вышло Вполне соразмерная с оригинальным Индустар 61ЛЗ И несколько меньше волны 9 Диафрагма работает Однако данный элемент требует некоторой приработки Для чего было положено некоторое количество полировальной шлифовальной пасты Но даже сейчас, в процессе небольших таких прогонов Картина в этом плане несколько улучшается Работает все мягче и плавнее Механизм фокусировки тоже, полагаю, проработается довольно быстро Как это обычно и бывает Я сегодня не стану приводить Той минимальной дистанции фокусировки Которая в итоге получилась Но скажу лишь, что был приятно удивлен Равно как и тестов Сравнений сегодня тоже не будет И фактически Ролик заканчивается на самом интересном месте С другой стороны Если все тесты вынести в отдельный материал Можно будет уделить им больше времени Больше разных ситуаций Продемонстрировать и прочее прочее Еще небольшая новость С недавним Индустар 22 50-х годов И с объективом Визиагон от мануфактуры Карлла Цейса Я 8 сентября провел некоторую репортажную съемку Да, репортаж с двумя ручными объективами на беззеркалку Совершенно неподходящая и неправильная техника Результаты этого дела уже опубликованы вконтакте Кто еще не видел, пожалуйста Заглядывайте, ознакомьтесь Ну а у меня на этом все Спасибо за внимание До новых встреч До новых объективов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова